Друзья, всем привет! Наконец-то китайские разработчики выходят со своих новогодних каникул и начинается новая волна рассылок HyperOS 2 Global. Но в нашем случае есть один такой неприятный момент с этим обновлением, и потому перед тем как обновлять свои устройства, внимательно посмотри данный видеоролик. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, мы с вами сегодня говорим о смартфоне Poco F6. Наконец-то на него выходит HyperOS 2 Global. Да, обещали там еще где-то в районе декабря его обновить, ну или же начиная с декабря, а сегодня на дворе у нас уже 7 февраля. Что я еще имел ввиду в начале, когда сказал, что есть определенный момент и почему нужно видеоролик смотреть всегда перед тем как обновляться. Потому что когда я установил на это устройство данное обновление, он неистово лагал. И были определенные проблемы с тем же рабочим столом в плане выбора сетки рабочего стола. То есть я ее выбираю и у меня смартфон просто начинает как-то зависать, подлагивать и выдавать мне вообще какие-то непонятные артефакты. И это было очень неприятно. И потому перед тем как выпускать обновление, ну как по мне разработчикам нужно хотя бы это разослать тестером. Потому что та информация, которую я видел касательно рассылки этого обновления, оно пошло публично и сразу всем. То есть без предварительного теста. Еще интересный момент, что для того чтобы получить мне это обновление, нужно было зайти в расширенные настройки и поменять регионы Соединенные Штаты Америки. Потому что на других таких известных регионах, как Малайзия, Марокко, Польша, Великобритания ничего не приходило. И только на Соединенные Штаты мне пришло обновление. Ну а теперь давайте более конкретно рассмотрим, что же это устройство получает. Конечно же это 15-й Android. Тут вообще без всяких вопросов. Новинка прошлого года, она получает актуальное ПО. Плюс тут еще обновляют всевозможные у нас там прошивки модуля связи, патчи, ну и тому подобное. Я уже на этом останавливаться как бы то не буду. Далее, если мы с вами зайдем в раздел Другие способы подключения, у нас появляется раздел Связь с Windows. Это получается история под названием Link Windows. Ну опять же, вы можете синхронизировать свое устройство с вашим ноутбуком, компьютером, выводить информацию на компьютер. Допустим еще можно передавать экран с телефона на компьютер, тоже удобная штука. Не на всех аппаратах по умолчанию данная история есть в настройках. Но вот пока я в шестом, повезло и он это получает. Больше же тут ничего мы с вами интересного найти не сможем. Далее, что еще из интересного я мог бы отметить. Ну, как я уже сказал, это рабочий стол. Почему-то разработчики перед тем, как пулять какую-то прошивку, они это все не тестируют, не смотрят вообще, что там получается. И как я нажал на сетку рабочего стола, у меня сразу все вылетело. Пришлось еще раз заходить в эту сетку рабочего стола. Ну и после чего мне уже стал доступен выбор стандартной, либо плотной сетки. Важно еще отметить, что версия Poco Launcher здесь не самая актуальная. И я, соответственно, не ставил там какую-то самую новую. То есть у меня была там версия еще от прошлого года какая-то там. Это же версия та, которая по умолчанию в этой прошивке. И ниже ее вы ничего поставить не сможете. За то время, сколько я пользуюсь этой прошивкой, ну то есть со вчерашнего дня, могу отметить следующее. Что очень сырое обновление. То есть, если вы на сейчас думаете обновлять свой Poco F6 или нет, ну я бы скорее всего не обновлялся. Потому что, ну допустим, мне некомфортно пользоваться устройством, которое лагает, которое подвисает на ровном месте. Даже, допустим, взять ту же там шторку, ты ее опускаешь и она у тебя начинает виснуть. Хотя, казалось бы, здесь процессор явно не тот, который должен себя так вести. Больше же тут ничего такого нового мы с вами не можем получить по рабочему столу в плане настроек. Если же мы с вами вернемся именно конкретно на рабочий стол, тут есть интересные моменты и нюансы в частности. Если мы, допустим, нажимаем на приложение безопасность, у нас кроме того, что добавляется информация о тому приложении, сканировать, еще появляется раздел как добавить виджеты. Это можно наблюдать не на всех стоковых приложениях, но в частности на тех же заметках. Это можно увидеть на галерее, на безопасности это можно увидеть. И плюс, если вы еще сделаете вот такой свайп, зайдете в раздел виджеты, вы найдете следующее такое небольшое обновление. Вы опускаетесь в самый низ, выбираете показать все виджеты, и теперь у нас помимо того, что как ранее было все стоковые приложения, их которым эти виджеты были доступны, у нас еще появляются и другие сторонние приложения. В моем случае, допустим, это Spotify, Google TV, TikTok, Chrome, Telegram и прочее. Потому разработчики здесь решили не только сконцентрироваться на стоковых приложениях, а и немного расширить функционал этого раздела. Ну и опять же, с каким-то определенным брендом и операционной системой у меня есть деживю в плане данного вопроса. Но мы с вами возвращаемся назад в настройки и идем далее. Что еще интересного разработчики могли бы нам добавить? Сразу хочу сказать, что по приложению батареи ничего нового нет. И вообще странно, почему разработчики обходят стороной в принципе этот раздел. Я понимаю, что хочется в новых моделях это все выдать, чтобы там все побежали их покупать. Но, как по мне, дайте вы обычным пользователям всю эту историю, для того, чтобы они это могли использовать. Об одном еще интересном моменте я забыл упомянуть. Возможно, вы меня в комментариях поправите, но как только мы обновились до HyperS2 Global в разделе персонализация, у этого устройства появляются супер обои. Возможно, опять же, они уже и были до этого. Ну, я мог, ну, опять же, просто чисто машинально-человеческий фактор не обращать на это внимания. Но вот сейчас мне почему-то они кинулись в глаза. Потому в комментариях напишите, были ли супер обои на HyperOS 1 у этого устройства. Если же нет, то вот, пожалуйста, в HyperOS 2 на этом устройстве они появляются. Мы с вами следуем далее. Что еще интересного можно заметить у нас по системе? Это, конечно же, AI-службы. Вообще, в принципе, напоминаю вам, что HyperOS 2 Global это оболочка, которая построена на улучшениях в плане искусственного интеллекта. То есть, куда ни зайди, везде там какие-нибудь AI-помощники, там какие-нибудь умные редакторы, какие-нибудь там умные обвести и найти, ну и тому подобное. Получается, устройство у нас явно не флагманского сегмента, оно у нас больше как предфлагман. И что же разработчики нам тут решили добавить? Конечно же, это заметки в плане AI-служб, галерея диктофон, субтитры и AI-переводчик. И по сравнению с Xiaomi 14 вы можете кое-что заметить, что тут не будет раздела, именно как обвести и найти, ну или же CircleSearch. Вы мне можете спросить, а почему так? Я вам отвечу, потому что компания Xiaomi решила всю эту историю в плане обвести и найти оставить только флагманом. То есть, если у вас даже Xiaomi 13, там Xiaomi 13T Pro, у вас не будет этой фичи. Да, как бы-то это маркетинг в действии, но ничего с этим не поделать. Получается, когда я решил ознакомиться в плане всех этих AI-служб, что там у нас будет нового, я был очень приятно удивлен. Даже давайте мы сейчас с вами зайдем в AI-службы, я вам продемонстрирую, о чем далее пойдет у нас с вами речь. Если же зайти в AI-заметки, мы с вами увидим следующее, то есть AI-конспект, AI-схема, корректуры и AI-переводчик. Да, это все отлично. Но как только мы с вами выдвигаемся в приложение заметки, даже давайте мы сейчас с вами сделаем следующий ход к нему, посмотрим информацию о приложении. Тут у нас можно его лишь только удалить. Соответственно, у нас нет возможности удалить обновление. То есть, мы сразу удаляем это приложение, потому что так в системе это задумано, скажем так. Так вот, мы с вами заходим в приложение заметки, выбираем тестовую заметку, нажимаем сюда на редактирование. И что вы думаете, у нас проявляется тот самый новый значок, которого не было у этого аппарата в HyperOS 1. Что мы с вами видим далее? Мы на него нажимаем и получаем тут такую интересную штуку, как искусственный интеллект писатель. Ну, скажем так, есть вопросы к переводу, наверное. То есть, я думаю, в английском языке оно должно как-то иначе звучать, но как бы в нашей итерации звучит следующим образом. И далее, что мы с вами тут видим? Конспект, корректура, далее доработка обычная, профессиональная, простая и какая-то дружелюбная. Если мы с вами найдем ввести свои подсказки, здесь нам выдастся возможные там вариации того, что может вам искусственный интеллект написать. Ну, кстати говоря, по сравнению с тем же Xiaomi 14, действительно, это уже куда смотрится интереснее и логичнее, нежели это вот на том же Xiaomi 14. Потому что там, когда ставишь новые версии, там просто проявляется, как введите свои подсказки и все. И именно вот этой вот корректуры, о чем я вам только что показал, вот этой менюшки нет. Я попробую вытянуть эту версию заметок, посмотрю вообще, что мы публиковали у себя в Telegram канале. Если эта версия, которая сейчас перед вашими глазами является самой актуальной, то я у нас в Telegram ее и опубликую, ну и заодно проверю ее на Xiaomi 14. Потому в плане искусственного интеллекта разработчики на этом аппарате, ну, немного, скажем так, даже и порадовали. По галереи там все стандартно, то есть там AI расширение, ластик, небо, то есть я на этом особо останавливаться не буду. Еще остановлюсь на, конечно же, производительности. Кого это интересует, то, пожалуйста, Geekbench тест сегодня провел и следующие циферки. Опять же, если мне не изменяет память, то на HyperOS 1 в самом начале было что-то в районе 300 или 300. Потом пришла какая-то прошивка, она упала до 2800 или 2900. Сейчас вот, видите, чуть больше 3000 в мультиядерном тесте это устройство выбивает. Да, приятно и, в принципе, оно вам позволит это устройство выполнять любые задачи и, в принципе, как бы-то на следующие там 2-3 года его будет за глаза. Конечно же и шторка тут у нас новая, и все ползунки у нас работают, плеер рабочий у нас, понятное дело. То есть тут не стоит переживать, что будут какие-то проблемы и нюансы. Да, только что вы могли заметить вот этот неприятный лаг, но как бы-то что есть, то есть. И разработчики, я надеюсь, что в скором времени это исправят новым обновлением. Что же, друзья, давайте подведем теперь итог по этому обновлению на смартфоне Poco F6. Для начала, не стоит спешить обновляться. Я бы хотя бы посмотрел бы, что будет в следующем обновлении, и лишь только после этого принимал бы решение. Потому что, как только вы обновляетесь на эту версию, сразу у вас будут проблемы с рабочим столом, сразу будут зависания у вас. Да, оно через какое-то время может и пройдет. Но поначалу у вас сразу испортится впечатление о HyperOS 2. И вы будете в комментариях писать, вот все печально, все фиаско, мол, давай нам видеоролик по откату с HyperOS 2 на HyperOS 1. Кстати говоря, такое видео также в скором времени выйдет на канале. Поэтому, кому эта тема интересна, следите за каналом и не пропускайте уведомления о новых видео. Опять же, как я уже сказал, по поводу обновления остались двоякие чувства. Я лично, ну, понятное дело, смогу без проблем откатиться назад, потому как у меня и загрузчик разблокирован, да и, в принципе, для меня эта проблема не составит. Если же у вас полностью стоковый аппарат, трижды подумайте, нужно оно вам или нет. Ну, а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.